За подделку сертификата о вакцинации россиян будут приговаривать к обязательным работам на срок до одного года. Подробнее об этом нововведении, которое точно не порадует тех, кто в ближайшее время планировал приобрести QR-код нелегальным путем, расскажет прямо сейчас моя коллега Анастасия Баур. Сегодня она подготовила для нас патрульную рубрику. Настя, приветствую тебя, ты в эфире. Да, добрый вечер, коллеги и зрители Своё ТВ. Действительно, за подделку QR-кода накажут нешуточно. Такие изменения связаны с тем, что с 8 ноября сертификата вакцинации будет иметь статус официального документа. В настоящее время, к слову, за подобное деяние тоже можно получить уголовное наказание по части 5 статьи 327 Уголовного кодекса Российской Федерации. Но виновному будет грозить арест на срок до 6 месяцев. Кроме того, уголовной ответственности будут подвержены и те, кто подделывает QR-код, чтобы потом его продать, а также покупатели документа, пишет Федеральное агентство новостей. Если в преступную схему был вовлечен медработник, то его будет ждать штраф до 200 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до 2 лет. Ну а теперь к другим темам. 30 октября в деревне Кондо случился крупный пожар в частном домовладении. Сгорела баня, утеплитель кровли, мансардного этажа, закоптились стены и потолок. Общая площадь пожара составила 37 квадратных метров. По факту возгорания ведется проверка, причины устанавливаются. Но все же главное, что никто не пострадал. Чего не скажешь, к сожалению, о следующей дорожной аварии. Накануне серьезное ДТП случилось на автодороге Кунгур-Соликамск. В 19.40 по трассе в направлении Березняков двигался автомобиль Тойота под управлением 49-летнего березняковца. На 292-м километре он напустил наезд на дорожного рабочего, который двигался по проезжей части по ходу движения транспортного средства. После чего водитель иномарки врезался в мини-экскаватор, участвующий в проведении дорожных работ. В результате ДТП пострадали пешеход и водитель Тойоты. Им назначено амбулаторное лечение. В связи с этим Госавтоинспекция Пермского края обращается ко всем участникам дорожного движения, сотрудникам организаций, производящих дорожные работы, и призывает быть бдительными, строго соблюдать правила дорожного движения. Тем временем коллектив Лысвинской городской больницы скорбит по поводу трагической кончины коллеги. Сегодня город попрощался с известным и уважаемым в Лысве доктором Александром Изюмским. В последний день октября он трагически погиб в страшной аварии. Она произошла в 7.30 утра на трассе Лысева-Кормовище-Кын. На 26-м километре трассы на полосу встречного движения выехал автомобиль Лада Калина. Там он столкнулся с рейсовым автобусом. За рулем Лады находился заслуженный врач. В результате ДТП водитель легковушки погиб на месте. А в автобусе, между тем, тоже оказались пострадавшие водители и два пассажира, которым даже понадобилось амбулаторное лечение. По факту ДТП сейчас проводится проверка. Ну и еще одна авария случилась только уже на Соликамской трассе. По словам очевидцев, накануне спецавтомобиль строителей перевернулся на въезде в Соликамск. На том участке дороги сейчас заканчивают ремонты. И, как пишут местные жители в соцсетях, грузовая техника часто ездит здесь слишком быстро. А у этого грузовика было видно еще и лопнувшее заднее колесо. Так что хочется сказать одно – будьте максимально осторожны за рулем.